Последний вебинар по основной сертификации. У нас будут три презентации на тему голосового меню, голосовая почта и группы дозвона. Начнем с голосового меню. Рассмотрим про функционал 3SEX, про его общие настройки голосового меню, как настраивать уведомления, как настраивается квота. Поговорим про голосовую почту и резервную копию. Пару слов по безопасности, про голосовое меню и другие настройки, которые доступны. По умолчанию, может, кто-то расскажет о голосовом меню, вроде ничего такого. Очевидно, как оно работает, но все же есть много настройок, про которые нужно знать. По умолчанию голосовое меню будет включено на всех добавочных номерах. В каждом голосовом меню на уровне добавочного номера может быть изменен язык. По умолчанию будет это тот язык, который выбрал в системе в момент установки. Далее вы можете изменять язык, на котором будет в вашем меню, в вашем добавочном номере. Голосовое меню может быть использовано также для внешних вызовов через АТС. Получается, если у вас нет приложений 3CX, мобильных приложений, и вам нужно будет произвести, скажем, вызов через АТС, вы можете настроить исходящие правила специальные системные, позвонить, скажем, на голосовое меню, в голосовом меню попасть в вашу голосовую почту и через уже меню голосовой почты, как только вы войдете, произвести вызов через вашу АТС. То есть, получается, вы звоните на внешнюю линию, попадаете в голосовое меню, далее в ваш голосовой чат, и через вашу голосовую почту производите вызов наружу. В этом же меню вашей голосовой почты есть возможность изменять также статусы профайла добавочного номера. Доступного, скажем, на недоступен, в том числе и на другие моменты, которые есть в системе, все другие профайлы. Ну и, конечно же, далее уже передрессация будет зависеть от профайлов и настроек в самой системе. В настольных телефонах, в момент, когда будет получена голосовая почта, настольные телефоны поддерживаемые будут оповещать вас специальной модификацией сети световой, которая будет доступна в телефонах. Также в настройках меню вы можете указать, что если будет получена голосовая почта, получат, скажем, просто уведомления на e-mail, вы можете прикреплять ваш WAV-файл, то, что вам отправили, саму запись сообщения. И более того, если без желания, вы можете также автоматизировать, чтобы после того, как файл был отправлен на вашу электронную почту, АТС его удаляло, чтобы, так сказать, не хранились экстра записи и не занимало это место на самом сервере. Большинство пользователей есть такая привычка, что прослушивать сообщения, не удалять их, и как результат ваш жесткий диск переполняется пропущенными сообщениями, которые оставляются. Чтобы этого не происходило, вы можете использовать такую функцию. Веб-клиент, мобильный клиент позволит вам в меню мониторить этот момент, видеть вашу голосовую почту, проигрывать ее. Вы можете его также скачать отдельно, как файл. И более того, еще ее можно будет удалить прямо через сам клиент. Записать саму приветственную запись индивидуально можно будет через любой телефон, который настроен в вашей системе. Это также может быть мобильное приложение. Вы зайдете в консоль управления 3CX, голосовое меню, и далее выберите запись с телефона. Ниже укажется название файла, как он у вас будет записан. И система автоматически произведет вызов на ваш добавочный номер, после которого вы ответите и запишите файл. Если у вас есть более нескольких записей, вы можете ими управлять в настройке. И ненужные файлы приветственные вы можете их удалить. Кстати, данные файлы все будут, как понимаете, находиться на сервере. Имейте в виду, что если у вас записан файл профессионально, он должен быть в формате, который указывается у нас, в принципе, формат бездей одинаковый. WAV-файл формат, PCM-кодект, 8 кГц, 16-бит, монофайл. Имейте в виду, что данный формат, он применяется ко всей системе. Такой же формат будет в голосовых сообщениях, IVR, очередей. Все записи разговоров будут также идти по умолчанию в этом формате. Если у вас есть профессионально записанный файл приветственного сообщения голосовой почты, вы можете его выбрать и загрузить через консоль. Одно из очень удобных меню – это транскрипция перевода аудио в текст. Получается, если вам оставили голосовое сообщение в вашем голосовой почте, АТС может преобразовать сообщение в текст, и вы, как пользователь, получите уведомление на почту, о чем разговор, что находится в этом файле, перед тем, как прослушать его. Также это будет видно в ваших клиентах, в веб-клиенте. Вы можете вкратце прочитать транскрипцию. Если не открыли еще почту, чтобы посмотреть, что было отправлено, вы можете открыть ваш веб-клиент и почитать, о чем было ваше голосовое сообщение. Кстати, по настройке преобразования аудио в текст, данная функция доступна с лицензией Pro и Enterprise, и она будет настраиваться в настройках АТС. Кстати, данная настройка будет применяться также, если есть необходимость, для записи разговора. Получается, вы можете выбрать в консоли, что будет распознаваться только в голосовая почта или же записи разговора отдельно, или же все вместе. Распознавание будет происходить через Google сервис, Google Speech API, и настройка, как создать этот аккаунт, именно Google Speech API, будет доступна также в консоли. Будет ссылочка, по которой вы можете перейти и ознакомиться, как это все настроить. Кстати, если я не ошибаюсь, Google предоставляет на одну минуту распознавания аудио в текст, бесплатно, получается, если вы хотите, чтобы полностью все распознавалось, полностью была транскрипция, за это придется платить, и нужно будет указать нужную информацию, чтобы это все работало. Именно на стороне Google уже. Касаемо квоты. По умолчанию будет у вас 5 гигабайт квота, именно голосовой почты. Вы можете ее изменить, конечно же. И автоматически предупреждать администратора, скажем, что если будет превышено данное ограничение, также указать процент, что получалось уведомление администратора. Вы можете автоматически также включить настройку, чтобы после определенного количества дней запись, которая была записана для голосового сообщения, АТС ее удаляла, чтобы просто не перезагружать диск для ваших сообщений. Касаемо безопасности. Если же почта голосовая ваша не используется, вы должны ее, конечно же, отключить, потому что, как мы уже сказали, через голосовую почту вы можете производить внешние звонки. А если же, пользуяя любой в системе из коллег, с другого добавочного номера, захотеть прослушать записи вашей голосовой почты, другого добавочного номера, это также возможно. Просто нужно будет указать пароль, выбрать, скажем, добавочный номер, которого вы хотите прослушать, указать его пин-код. После этого вы можете прослушать другую почту, другого добавочного номера. В общем, пин-код можно будет изменить, по умолчанию он четырехзначный, можно его изменить на 10 цифр. И имейте в виду, что после трех неудачных попыток голосовая почта будет заблокирована на несколько минут, две минуты. Кстати, внешние вызовы будут заблокированы по умолчанию через голосовую почту. И если вы хотите применять эту функцию, вам придется в главных настройках параметры АТС, основные параметры, ее включить. По умолчанию голосовая почта не будет включена в вашу резервную копию. И если вы, скажем, сохраняете, создаете резервные копии в АТС и хотите, чтобы голосовые сообщения были включены, вам придется поставить галочку в настройке, чтобы АТС включила все, что есть в голосовой почте, в ваш бэкап. И далее, когда вы восстановите, все файлы также будут перенесены. И имейте в виду, что вручную перенести голосовую почту с другой, скажем, АТС, если у вас есть другая АТС, на 3CX будет нельзя, так как там создаются отдельные файлы XML для каждого файла, который записывается системой для голосового сообщения. Хотелось бы сейчас открыть АТС, показать вам про настройки, где они находятся. И если есть вопросы, можно на них отвечать. Давайте мы изменим язык на русский. Открываем по умолчанию любой добавочный номер и заходим в меню голосовой почты. Видите, что настройка включена. Как мы уже сказали, вы можете выбирать язык, промт. В моем случае у меня загружено два промта, стандартный английский язык и промт, который я скачал, был отдельно русский. Мы говорили про пин-код. По умолчанию он четырехзначный. Если есть необходимость, включайте его четырехзначным. Конечно же, не рекомендуется отключать пин-код идентификации. И если включена голосовая почта, используйте пин-код в целях безопасности. Звонящему пользователю добавочного номера АТС будет воспроизводить дату и время, если вы включите вот такое меню. В каком формате? Вы можете указать. Это будет AMP-м формат или же 24-часовой формат. Получается, когда получите сообщение, АТС воспроизведет, скажем, вы получили сообщение, время, дату и время. И далее уже воспроизведется файл. Мы говорили про уведомления на почту. Отправлять уведомления на email, если есть желание, включайте ее. Просто будет отправлен текстовое уведомление. Вы можете влаживать целый файл в него и влаживать весь файл, который был отправлен, и после удалять его с вашего почтового ящика. Кстати, если есть желание воспроизводить колл-айд файли, что АТС воспроизводило, кто звонил, вы можете включать данную функцию. Мы сказали, что вы можете записать основное ваше приветственное сообщение напрямую с добавочного номера. Укажете название файла, далее выделите добавочный номер, на который АТС сделает перезвон. Давайте мы для теста... Посмотрим добавочный номер 112. Нужно записать сообщение и ввести Pound. Далее нажимается 0. Все, сообщение успешно было сохранено. Теперь, если мы обновим страничку настройки, появится наш файл, который мы записали. Далее, как мы говорили, его можно будет снова воспроизвести, удалить и скачать. В моем случае мне не нужно записывать. Еще один был момент. Как бы мы будем отдельно говорить по каждому пользователю в другой презентации. Забегая наперед, хотелось бы добавить про голосовую почту, что в голосовой почте для каждого профайла доступен, отсутствует, не беспокоить и два кастомных профайла. Будет доступно отдельное приветственное сообщение. Получается, если вы включили ваш добавочный номер в профайл, отсутствует, да, это перерыв у вас, или не беспокоить, и кто-то звонит на ваш добавочный номер, вы можете записать индивидуальное сообщение, которое будет воспроизводиться только, когда ваш добавочный номер находится, там, скажем, не беспокоить. Возможно, вы укажете, да, что сейчас перерыв, там, перезвоните на мобильный телефон и так далее, или еще какое-то информативное сообщение. Пожалуйста, записывайте его для каждого профайла индивидуально. Если же для профайлов отдельных сообщений нет, АТС будет воспроизводить по умолчанию то, что вы указали здесь. Мы сказали, что вы можете через сообщение, вот через ваше меню голосового сообщения производить звонки, да, и эту настройку нужно будет включить. Вам придется зайти в параметры, параметры АТС, и включить исходящие вызовы в системном голосовом меню, да, вот эту галочку нужно будет поставить. Кстати, узнать системный номер добавочный, как на него звонить, будет это системные номера, в моем случае 3 девятки, да, вы звоните на 3 девятки и попадаете в голосовое меню. Скажем, если вы хотите позвонить с добавочного номера, да, сейчас АТС будет спрашивать у меня, скажем, мой личный пин-код. Если же я хочу, скажем, войти в голосовое меню другого пользователя, скажем, 0, 0, 0, мне нужно будет позвонить на 3 девятки и нажать на хаш. Теперь у меня АТС уже спрашивает, введите какой-нибудь другой добавочный номер, да, я могу указать, скажем, добавочный номер и 0, и уже далее ввести пин-код, скажем, другого пользователя, да, если у меня есть желание войти в другое голосовое меню, да, другого пользователя. Мы говорили про транскрипцию сообщений, где она находится, вы должны зайти в параметры и голосовую почту. Кстати, по умолчанию в моей системе был номер 3 девятки, его можно будет изменить, этот системный номер, на другой, который необходим в вашем случае. Можно также указать голосовые сообщения, чтобы они не сохранялись, если они меньше определенного количества секунд. Квота настраивается также вот здесь, 5 гигабайт, вы можете всегда увидеть, сколько используются уже квоты. Если необходимо удалять старые сообщения, указываются дни, включается данная галочка и уведомления. Отправлять уведомления администратору АТС, кстати, где находится почта администратора, в параметрах, почта и уведомления, да, вот. Вот главная почта администратора АТС. На эту почту АТС будет отправлять уведомления по голосовой почте и вообще все другие, которые есть в системе. Если есть желание включить настройку распознавания текста, голоса в текст, версия Pro Enterprise, кстати, вот ссылочка здесь, давайте я в чат ее скину. Для тех, кто еще не установил АТС, закладки можете поставить ее. В общем, как только вы создадите это меню на стороне Google, Google предоставит вам API-ключ, который вы должны будете ввести сюда. Далее вы укажете, какой будет язык ваш основной для голосовых сообщений и здесь укажете, что необходимо распознавать. Голосовая почта, записи разговоров или и то, и другое. Давайте еще один момент покажем, где находятся файлы именно вашей голосовой почты. В моем случае система установлена в облаке на сервер Linux. Файлы будут находиться в директории var. Далее заходим lib, 3cxpbx, instance1, data и вот здесь основная папка будет называться ivr. В этой папке ivr, вот видите, у вас есть промцеты вашей системы и voicemails. Промцеты это касается голосового меню, в нашем случае нас интересует voicemails. И вот здесь в принципе папка с записями разговора каждого добавочного номера. Greetings, XML, то что нужно будет. И если есть записи пользователей, они будут также здесь доступны. Так, одну минутку. Нет, скорее всего, нет, записи вот здесь, а другая будет именно настройка. Обратите внимание, что для каждого сообщения отдельного будет идти XML. Получается, если есть необходимость удалить это вручную, пожалуйста, имейте в виду. Давайте я вам скину path, кому интересно, где будет находиться на сервере голосовая почта. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Кстати, в Windows, если система установила Windows, путь будет точно такой, кроме первых двух, да, где идет var.lib. Для Windows будет Local Drive C, потом Program Data и идет дальше путь тоже 3CX PBX, Instance 1, Data, IVR и Voicemail. Кстати, да, ну, голосовая почта в 3CX Web клиенте доступна у вас прямо в меню. Продолжение следует...